И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш специальный тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас мы делаем ноги. Как я говорил, мы разбиваем ее на сегменты от сердца в обратном последовательности. Первый сегмент, второй, третий, четвертый, ну там пальцы, пятый сегмент. Сейчас мы прошли уже два сета, обработали вот досюда ногу. Теперь, тоже лайфхак небольшой скажу, когда у нас не хватает масла, например, где-то здесь, да, или там человек с повышенной волосатостью пришел, да, то можно немножко про запас оставлять на стопе, потом сняли и смазали необходимые нам места дополнительно. Так, и теперь переходим к голеностопу. Значит, берем вот эту часть, да, где крепится стопа к голени, плотно сжимаем и вот такими пружинчатыми движениями сжимаем. И она, если видите, она вот прям вот вытягивается, как будто будет отделяется, да, от голени. Далее положили ее на перепонки пальчиков, вот так легонечко приподняли и слегка вот растрясли. По-тачали, покрутили, по спирали, во все стороны. Кивки такие поделали, да. Вот, еще можно упереться в бедро и повытягивать ее вот так вот вертикально вверх. Потом прожимаем точки, соответственно, с двух сторон есть косточки. Вот здесь и вот здесь, над косточкой. Акупунктурная точка под ней. Между ними вот так вот по дуге вниз идет область, акупунктурная зона. Тоже ее растираем. Переем называется «Улыбка Гумплена». Эти косточки, вот, вы можете тут увидеть, вот они. Вот мы над ней, под ней. То есть, эта сторона тоже. Вот над ней, под ней. Так. Теперь переходим выше к вращению. То есть, стопа состоит из многих костей, там, пирамидальная, ну, в общем, кубическая. Не важно, сколько их, да, не будем их называть. Важно понимать, что сочленение у нас получается раз, два, и дальше пальцы идут. А с этой стороны три. Раз, два, три сочленения, да. Вот мы сейчас будем раскручивать ногу и пальцы. Такая мануальная техника, да. Чтобы их расшатать как можно больше. Для этого захватываем сначала голень. Руку кладем как на теннисную ракетку, как маленького тенниса. Помните, там пальцем придерживаем пятку, да. И раскручиваем быстро, быстро, быстро внутрь и наружу. Быстрыми энергичными движениями. От голени отдельно. Теперь, где они крепятся, да, вот в этом месте раскручиваем. Теперь берем все пальцы, ну вот эти, плюсные кости, да. Держим пятку. Относительно пятки раскручиваем. Подвинемся повыше. Вот тут вот раскрутились. Следующее сочленение, да. Подвинемся повыше. Еще сочленение большого пальца раскрутили. Часто бывает, выходит вот эта косточка, да. А, у людей, ну, замечали, да. Это на самом деле плюсную кость. Вот эта вот плюсная кость. Она выпирает из-за того, что большой палец сместился вот сюда. Если случай давнишний, долго, да, то появляется костная мозоль на рост. Тут вы уже ничего не сделаете, это надо операцией срезать, да. Но когда случай недавний произошел, да, вот только начинает, то можно поставить. Соответственно, мы берем вот эту кость, плотно зажимаем ладонью. Палец раскручиваем, расшатываем, вытягиваем и вставим вот так вот против нашего указательного пальца. То есть, находим место, как его найти. Вот тут такая ямочка будет, да, вот, и он сжимается. Вот, вот ямочка, да. Значит, вот эта пошла плюсная кость. Ее как раз держим плотно всю ладонь. Палец сначала мягенько, вот так, чтобы у нас все суставы тут, тут, тут ходили, крутились, расшатали, теперь раскрутили и поставили так, с вытягиванием. Конечно, когда нога в масле, это сложнее делать. Лучше берите салфетку, да, или тряпочку, и через тряпочку это делаем. Теперь мягко массируем все пальцы, проходим нежно вот такими линиями, четыре линии по стопе, пять линий, да, все суставчики на пальчики проработали, тут все суставчики проработали, здесь, крутили, здесь, здесь, ну, что мы крутим? Не просто вот так, да, а вот смотрите, здесь пальчики расслаблены, да, и вот, вот, чтобы мы чувствовали все сошленения, тут, 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 крутятся, видите, и начинаем их выдергивать. Делаем, соответственно, петлю, вот такую, да, как бы, поднимаем их, и, как висельников, поддергиваем на себя и вверх, вот так получается. А здесь по 90 градусов согнули палец, да, и так же вот на себя вытерхнули, выдернули, то есть дергаем по направлению вот этой косточки, да, вверх. Теперь размяли мышцы, поднимающие пальцы и продавили пальчики мягенько, как бы случайно во внутреннюю сторону стопы, ну, к подошве, да, так же прошли между ними вот эти перепоночки, да, размяли. Можно там точки на них понажимать, но это уже слишком, у нас не совсем точечный массаж, у нас мануальный массаж. Теперь растянули все косточки пальцев и плюсами кости, пошили, да, как бы мы пытаемся расширить стопу, захватили ее плотно, вот таким образом, и повернули резко всем корпусом на себя. Вот что произошло, вот здесь функциональный блок снялся. Потом вот ниже, вот это сочинение хватаем, чуть пониже, да, раз, чуть-чуть пониже, два, и теперь в другую сторону, раз, два. При этом стопа должна быть относительно голени под 90 градусов, ну, соответственно, удобнее держать, когда голень с бедром тоже составляет 90 градусов. Далее растянули пальцы теперь в обратную сторону, таким образом мы растягиваем все сухожилия на стопе и ахилловые сухожилия. Вот растянутые мы быстро согреваем, гладим его, гладим, и наши движения больше идут вниз, сверху вниз, то есть туда, к телу. По климаху течет, помните, сверху, ну, от конечков пальцев и по ноге вверх. Пятку погладили, лапу леопарда надели на пятку, и как будто бы срываем кожу, косточки. Далее отделяем пятку, подошву, да, вот как бы от кости пяточной, и проходим по линии, где меняется кожа, вы можете заметить, да, и с этой стороны. Вот кожа стопы от кожи, кожа подошвы от кожи стопы отличается, да. И тут как раз идет акумунктурная линия нашего позвоночника. То есть вот этот вот копчик, крестец, вот поясница пошла, здесь вот спина, шея пошла, и вот эта часть считается черепом. То есть вот еще раз эти точечки мы с обеих сторон продавливаем, либо прижигаем, стимулируем. Если у человека плоскостопие, да, плоскостопие бывает поперечное, соответственно, вот здесь, и, ой, продольное, извините, и поперечное это вот здесь. А как его проверить? Пальцы должны большой и мизинец соприкасаться. Ну вот немножко не хватает, где-то 5 миллиметров. И зачем это происходит? За то, что вот эти пальцы, три, какой-то один из них, может быть, да, они глубже ушли вот сюда. То есть пальцы соединяются, вот где они находятся, на самом деле, видите? То есть вот тут. То есть эти вот места прощупываем, расшатываем друг от друга вот эти сочленения. Разминаем их дополнительно. И проверяем. Ну, например, вот этот палец, да. Тогда мы одной рукой ставим, как бы, вот инструмент такой прямой, да. А второй рукой будем на нее давить. Скручиваем, соответственно, стопу вот так. Раз, второй. Палец и третий. Ну, опять же, по маслу скользко, да, надо было бы все через тряпочку делать. Если здесь у нас стопа, то плоскостопие продольное, да, обращаем внимание вот на вот эти две косточки. Скорее всего, они будут опущены, да, вот эти две. Поэтому мы их находим... Блюкозы прятать, а вот одна. Больно? Бывает болезненно, да. Да, делаем через боль. То есть мы ее находим, расшатываем. Иногда, чтобы расшатать, приходится использовать бамбуковые палочки, либо биту, я серьезно говорю. То есть через полотенце или плотную ткань пробиваем стопы. Как с этой стороны, но это конкретно в случае лечения плоскостопия. Так и с этой стороны, чтобы они расшатались. И после этого либо об свое колено, нам надо вот упор сюда сделать, да, в эту косточку, либо об кулак. Ну, в данном случае, что мы делаем? Рука держит плотно пятку с голенью, чтобы они не шевелились. Да, вот зажали, как можно пониже, так, чтобы голень еще захватить, да. Вот этим, вот эта косточка пальца прицеливаемся вот сюда. Вот эту косточку еще раз вы нашли, вот, да, вот прицелились. Шатали-шатали и резко на него надавили. Смотрите, только чтобы не выскользнула рука, да. Плотно, где плотно. Держим очень плотно. И косточку пониже. И ее так же. Так, и теперь у нас осталась стопа, чтобы ее размять. Так же, вот пятка заканчивается примерно здесь. Часто бывает, это место болит. Собственно говоря, именно здесь и появляется у нас шпора, да, так называемая, вот эта косточка. А от нее как раз и сухожилия вот сюда, к пальцам. И как раз эта шпора, ну, шпора это костонарост, остеофит, то мы его лишний раз для профилактики разминаем, чтобы он не рос. Приходит кровь, она уносит все вот эти ненужные отложения, приносит новые полезные элементы, да, вот, проминаем. Конечно, мы все знаем, что стопа богата на акупунктурной зоны, где проекция всего тела человека и всех внутрих органов находится, да. Ну, не будем его конкретно изучать, примерно. Так просто образно представьте, что вот здесь находится кишечник, соответственно, ниже его, это вот, то, что касается пятки, я вам уже показывал, да, это половые органы, ноги. То, что выше идет, соответственно, легкие сердца и вот тут вот органы головы, глаз, ухо, там, зубы, череп, мозг и так далее. Вот, просто условно их проминаем. У нас не точечный китайский массаж, а так для профилактики. Проминаем, как хотим, одним пальцем, двумя пальцами, в сторону, так можно разводить, да, по очереди. Вот так вот. Вот еще есть очень хорошие оконтурженные точки под мизинцем, вот эту точку, надо нажать на нее ни в вертик, ни... То есть все точки обычно мы жмем как, в перпендикулярном тело, а вот эту точку немножко вот туда, загибаем вот туда. Болезнь, да? Тоже, кстати, за половую пункцию отвечает. И вот сюда, под большим пальцем. Размяли. Согреть, чтобы согреть ногу, да, это достаточно приятно. Надо было это сначала делать, то есть растерли стопу с двух сторон, да, очень удобно. Вот такой приемчик, когда держим стопу одной на руку, да, а другой, как бы, входим в нее. Техника роллинга, да, и как раз вот эти места для профилактики плоскостопия продольного. Растерли теперь ножку всю кулачком. Видите, я уже завершаю движение обязательно от пальцев вниз, чтобы лимфа уходила, да? Растерли здесь. Расшатали еще раз вот это место, да, стыка голени со стопой. Вот, проверили, как, насколько нам сделали ногу. Ну, и вообще все, тело размякло оно или нет, оно должно все суставчики, вот так легонечко держим, да, все суставчики должны ходить ходу ногу. Вот, видите, ходят, ходят, даже плечи видно, что, да, где он крутится. Значит, девушка расслаблена. Мы молодцы, мы все хорошо сделали. И теперь завершающее движение. Относится к мануальной терапии. Вправляем колено. Для этого ставим руку стрелой вместе с ладонью, то есть не так, не так, не так, не как никому, так вот, да, в одну линию. То есть от вот этой косточки до локтя у нас должна быть одна линия. Параллельно бедру идет эта линия, да, но упор идет под 45 градусов колено, в сгиб колено, да, под 45 градусов. Этой ногой, мы под 90 градусов изначально точка, да, расшатываем колено, расшатываем, так вот тоже можем вот это поднять. Раскрутили, раскрутили, вот находим, то, что она вот уже расслаблилась, да, находим, находим. И одновременно у нас будет удар в колено и голени сюда. Еще вот расхатываем. А это только плотно держит. То есть дает напряжение, преднапряжение, чтобы оно никуда не ушло. И потом, раз, произошла мобилизация колена. Переставляем ногу на бедро, ой, руку, на бедро, второй локоть под пятку, да, вот мы как бы держим пятку. И эта рука была на голени сейчас, сползает теперь на экватор стопы. Ну, конкретно вот на пруисневой кости, где они начинаются, да, вот держим. И заворачиваем стопу к противоположному плечу, туда, вперед и вниз. Рассказываем мобилизация. Может быть хруст в нескольких местах. Как я вам говорил, это там новый косточек, да, может быть там два-три хруста. Траста мы услышим. И это хорошо. Так, ну, в принципе, как бы работа с ногой закончена, да, закончен сет номер три. И просто финальчик, да, в финале мы как обычно, мы обычно простучали, опять сахиловое сухожилие начинаем. Но не сильно, да, кулачок такой не сжимаемый, а такой легенький. Что-то такой вот стук. Простучали все, расшлепали. Вообще, конечно, лучше это все делать с пальцев ног вверх. Прорвибрировали, так вот с протяжкой. И легонечко уводим все сюда к паховой области. И в финале вот просто рекомендую еще немножко обе ноги взяли за стопы, расслабленно потянули. Если больно за щиколку держаться, да, переходите вот на стопы, как бы вот где стопы начинаются. Здесь мы поясницу тянем. Да, вот ноги напрягла, расслабь, 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 расслабь ноги. Ножки расслабили. Дополнительно вот эти кипер, да. С этой стороны, кому надо, там отдельно, да, может дополнительно промять стопы, промассировав их достаточно жестко. Немножко, тоже такие нормальные методы. Отводим ногу по целых градусов в сторону и ротация внутрь. Церых градусов расстрясли и дернали. Теперь по целых градусов обратно расстрясли и дернали. Тут важно, чтобы стопа желательно была перегулярен голени. Все, и в финале сбрасываем негатив. Негатив сбросили по углам вашего помещения. Спасибо, все готово. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Аллаф Гудвин. Записывайтесь на наши тренинги, приходите и познавайте все на живой натуре. Ставьте лайки.